Женщина более полигамна по природе, женить бы это лучший комплимент для женщины. Лапковский эту херню рассказывает. То есть не надо жить с мужчиной до брака? Если в течение года не женится, надо сваливать. Я вообще никому этого не рассказывал, вам сейчас расскажу. Было несколько покушений на человека, там было нелегкое ранение, моя жена ушла к моему другу. Долгосрочное посещение кабинета психолога, это в том числе уход от ответственности. У меня задача оказать экстренную помощь здесь и сейчас. Травка, алкоголь, девчонки. Влетал в какие-то сумасшедшие долги. Как можно лечить душу, если ты не веришь в ее существование? У вас умер малыш? Я не знаю, как мы это пережили. Это не переживается. Марк, у вас огромная аудитория и в Инстаграме, запрещенной соцсети, и в Ютьюбе. Но вы очень редко даете интервью о себе. В интернете можно вообще про меня разные истории найти. Ну, хочу сказать... Очень интересные, очень. Я в Америке учился, оказывается, жил. Потом меня оттуда выгнали. Никогда вообще ни разу не был в Америке. А, то есть вы не учились в Америке? Все пишут, что вы учились в Америке в какой-то там семинаре. Да нет, это нет. Я учился в школе миссионеров Бруклинская, которая находилась на территории бывшего Советского Союза. Ну, и были филиалы разбросаны. Да, и в России. Это вообще было в Приднестровье. Ну, вы в Тирасполе родились? В Тирасполе, да. И, значит... Вся ваша семья оттуда, получается, да? Ну, да. Ну, как семья? У меня вообще семья из разных уголков земли. Мама у меня армянка. Ну, она наполовину армянка, наполовину украинка. Отец у меня русский и наполовину поляк. Вот. И получилась такая сборная солянка. Вот. Но... И Бартон не ваша фамилия? Бартон нет, это псевдоним. Конечно. Даже все... Пишут же обычно мне. Вот. Появился еще один еврей. Придумал себе имя такое удивительное. И фамилию такую подобрал. Бартон это вообще псевдоним, который появился во время занятия вокалом. Вот. Когда-то я хотел петь на сцене, ходил, занимался. Вот. И мне, значит, мой преподаватель, Женя, говорит, тебе нужно придумать какой-то псевдоним. Потому что у тебя фамилия длинная очень. У тебя же голос баритон. О, давай Бартон ты будешь. Уберем букву И, и получится Бартон. И так получилось случайно, когда... Это вот в каком возрасте получается у вас такое... В возрасте в каком? Да я тебе лет 8, наверное, назад. А, то есть не так давно. Да. А потом Бартон закрепился в момент, когда меня мой приятель позвонил мне в воскресенье утром. Он говорит, слушай, там на первом подмосковном радио психолог сломал ногу, а у них эфир через 2 часа. Ты можешь приехать, значит, и поговорить про самооценку. Я точно помню, что я там нес какую-то чушь. Не знаю, с чем это было связано. Может, после какой-то бурной ночи, там, после алкогольного опьянения. В общем, я приехал туда, и там Лиза Калинина, ведущая. И она говорит уже в прямом эфире. У нас в студии психолог Марк Бартон. А я ей показываю, я не Бартон. Бартон-то вообще, ну, история не связанная с миром психологии была. И я подумал, чего ломаться уже. Ну, раз сказала, значит, пускай так и будет. И вот она, она сейчас, по-моему, на авторадио работает. Я тоже был недавно у них на эфире. Ну, так Бартон-то и приклеился. Вот, в принципе. История вся. Вся история, да. Так, история про то, что вы в США учились, это неправда. Да не было я вообще ни разу в Америке. У меня даже виза никогда американская не было. Откуда вообще вот это все взялось? Что вы учились сначала в духовной школе у себя в Террасполе, а потом якобы родители вас отправили в США. Потом институт христианской психологии, потом уже Шолохово университет. Никогда я не был в Америке. Вы учились, получается, в духовной семинарии в другом каком-то городе. Ну, это не совсем духовная семинария. А что это было? У меня отец... У меня вообще, в принципе, семья очень религиозная была. После того, как отец ушел из армии, заболел сильно, начал искать себя в различных, ну, так скажем, религиозных структурах. Ну, естественно, рядом дети находятся маленькие. И мне было, наверное, лет 12, да, когда меня отдали в институт, который должен был из меня сделать такого духовного проповедника. Я очень жутко возмущался и не мог понять, для чего мне вообще это нужно будет. Сейчас, когда мне уже 41 год, я для себя, конечно же, давно уже сделал вывод, что все, чему меня заставляли учиться родители, мне очень здорово помогает в моей работе сейчас. Потому что психология и психология, да, все-таки, если ты психолог, ты же душу человеческую лечишь. А как можно лечить душу, если ты не веришь в ее существование? Ну, образ жизни у меня был такой очень... Я вообще никому этого не рассказывал, вам сейчас расскажу. Ну, вот расскажите. Образ жизни у меня, конечно, был такой интересный. То есть днем я был послушным мальчиком, который ходил с такой папочкой. Значит, у меня лежала Библия, там различная литература теологическая, которая дает расшифровку писаниям, вот. А вечером я типа шел гулять, ну и там, как вся молодежь, 16-17 лет. Травка, алкоголь, девчонки, какие-то просто неадекватные поступки, приводы в милицию, детская комната милиции, аресты там на несколько суток и все остальное. И я для себя сейчас делаю выводы, что ребенок, который воспитывается в таких ограниченных условиях, где ему навязывается ценность жестко, он в наибольшей степени склонен к различным деструктивным поступкам. Вот. Ну, а потом я от этого ушел. Как вы родителям об этом сказали, что все, вы не хватите больше? Это было жестко вообще. Я помню момент, когда я убежал из дома. Мне было, наверное, 17 лет тогда. И уехал, причем к своим родственникам, недалеко там от города, может, минут 40 ехать. Ну, естественно, родственники меня первые издали, что я у них. Я, будучи уверенным, что никто не знает, где я, поверил в то, что мои родственники, это мои родственники и друзья. Просыпаясь утром, открывая глаза, папа с мамой стоят в их голове. Ну, доводы у них, конечно, были, ну, как обычно, что скоро этому миру конец. И ты погибнешь, тебе нужно обрести место в царстве Божьем. Ну, я на тот момент верил в то, что они говорят, но мне показалось, что я готов рискнуть даже где-то. То есть я не согласился продолжать то, чем они занимались. И у меня отец потом, наверное, еще лет 10 был пастором. И я когда со стороны на все это смотрел, мне его даже было жалко где-то. Потому что он такой очень совестливый, без двойного образа жизни. То есть он в церкви один человек, например, выходит из церкви, он другой. Он был всегда и везде одинаковый. И в церкви, и дома, и вообще особенно в отношениях с людьми. Я видел, насколько это тяжело им удается. И морально, и душевно, и физически. Это же постоянный негатив. Приходят люди, а контингент, который был именно там, он меня, безусловно, всегда вводил в состояние шока. Это бывшие уголовники, падшие люди, которые не смогли найти себя в жизни. Алкоголики, проститутки, наркоманы. Безработные, которые не хотят работать, отждут. Сейчас там Господь им сбросит, значит, какой-то знак. И они обретут себя и будут великими, управлять планетами. То есть он просит каких-то великих благословений. При этом, я-то Библию хорошо знаю, но если ты о близких, особенно о домашних своих не печешься, ты хуже неверного и отрекся от веры. Ну ты вот жену свою накорми, детей они ходят ободраны, у них уже пальчик, блин, на морозе из сапога торчит. И для меня это, безусловно, стало таким еще очередным подтверждением, что я неправильно сделал, что туда, значит, больше не приходил и не прихожу и не собираюсь. Многие начинают задумываться о возрастном уходе, следуя стереотипам, чаще всего ожидая конкретной цифры по паспорту. И забывают о том, что такие факторы, как образ жизни, биологический возраст и наследственность, также влияют на кожу. В наше время существует множество антиэйдж-средств различных брендов. И как же сделать правильный для себя выбор? Обращайте внимание на качество и состав средств. К примеру, компания Clorans, лидер рынка среди производителей антивозрастного ухода за кожей, в категории премиум в Европе и России уже более 65 лет, создает косметику с натуральными ингредиентами. В антивозрастном уходе очень важен регулярный системный подход. Сначала я тщательно очищаю и тонизирую кожу, а затем наношу двухфазную сыворотку дабл серу. Это бестселлер Clorans, который увлажняет кожу и помогает скорректировать несовершенства, морщины, тусклый цвет лица, расширенные поры. И еще мне очень нравится, как ощущается моя кожа после нанесения сыворотки. Затем крем для лица. Днем я наношу Extra Firming Energy, он делает кожу упругой, а еще мне нравятся небольшие светоотражающие частички в составе. Благодаря ним кожа сияет, как будто я только вернулась из отпуска. Вечером я заменяю дневной крем на ночной, так как в его составе ингредиенты, отвечающие за восстановление кожи во время сна. И в конце бальзам для области вокруг глаз Total Eye Smooth, чтобы укрепить и разгладить нежную кожу вокруг глаз. Круто, что каждая клиентка сможет подобрать под свой тип кожи в возрасте потребности подходящий уход. Купить косметику Clorans можно в ведущих парфюмерно-косметических сетях, а также онлайн. Мне кажется, такой комплексный антиэйдж-подход от Clorans точно заслуживает вашего внимания и доверия. Ну вот вы когда сказали родителям о том, что все, вы с этим всем заканчиваете, они, естественно, начали вас уговаривать все-таки передумать. И вот как вы устояли против вот этих уговоров? Вы все-таки жили с родителями и зависели от них. То есть они вас обеспечивали, как я понимаю, да? Вы были на их содержании в тот момент? Ну, как сказать, ну, у меня... Ну, в общем, я умел добывать деньги. Разными способами? Разными способами. Но первые деньги я заработал на стройке. Мне было 14 лет. Папа очень сильно болел несколько лет. Работать он не мог. Мама сама, естественно, обеспечивала семью. Работала везде. И когда нужно было, брала с собой, значит, там, какие-то вещи, которые мы привезли из Германии, которые уже были старенькими, там, никто их не носил, и уезжала в Молдавию в какие-то села менять это все на еду. То есть, ну, положение в семье было, ну, достаточно таким непростым. Вот. Я пошел работать на стройку к своим... к знакомому своего отца за один доллар. И у меня, значит, и села такая... А что тогда можно было на один доллар купить? На один доллар? Да ни хрена. Нет, можно было купить. На первый доллар я купил банку Баварии пиво папе. Маме Баунти. Тогда только появляться начали эти шоколадки модные. Вот. Значит, папе пиво, маме Баунти. И что-то себе с братом ее купили. Ну, ничего, на самом деле сейчас не купишь на доллар. Сейчас не купишь, да. Но тогда можно было. Вот. Я получал доллар в день. И 96 долларов заработал за лето. У меня такая доска висела. Я топором, значит, делал насечки за каждый рабочий день. Вот. Но я помню, я купил себе кроссовки. Тогда были очень модные кроссовки Adidas Torsion. Вот. Я даже помню, как они выглядят. Я помню, где они продавались. Да, потому что на заработанные сами деньги. Я каждый раз проходил мимо этих кроссовок. И я даже помню продавца, Игорь его звали. Он, по-моему, до сих пор торгует этими кроссовками. Ну, не именно этой модели. У него там уже магазин свой большой. Но тогда он на рынке торговал. Я к нему приходил и говорил, дядя Игорь, я эти кроссовки у вас обязательно куплю. Пройдет время, подождите, не отдавайте их никому. А у меня еще проблема с размером была ноги. У меня сейчас 48 с половиной. И тогда, ну, 16 лет, 14 лет, у меня уже 46 размер был. А тогда обуви такой не было. И абсолютно любая обувь, это вот такие пальцы. И найти для себя кроссовки подходящего размера, это, ну, катастрофа. У меня вот эта ассоциация с тесной обувью, она просто вызывает какие-то жуткие эмоции постоянно. Вы все-таки не ответили на вопрос, родители вас стали уговаривать, как вы устояли? Да никак не устоял, просто сказал, все, не хочу. Я свалил от них. И что вы стали делать? Я стал работать. Пытался работать по найму, меня отовсюду догнали. Но я и сам не знаю, я какой-то... Я два раза, по-моему, пытался работать на кого-то. Но никогда не получалось. Из-за характера? Как-то вы... Я сейчас объясню, даже почти я сейчас понимаю, почему так происходило. С детства не было такого прямого внушения, что ты особенный ребенок. Это внушение было косвенным. Когда тебе постоянно говорят, что ты не от мира всего, и тебя ждет нечто большее, нежели материальные блага, хочешь или не хочешь, ты где-то начинаешь задумываться над тем, что ты действительно какой-то другой. Может быть, лучше других, или круче, или умнее. И эта установка меня всю жизнь мучила. Пока я с ней в терапии не справился, ну, не поборол эту установку, можно даже так сказать, она мне очень мешала жить. Для меня не было никогда авторитетов никаких. То есть не имея, знаете, там, генеральный директор, там, депутат или еще кто-то. Если я с чем-то не согласен, я прямо говорил, слушай, чувак, до свидания. Сказать, что я учился, я прямо, я всегда об этом говорю, я не учился. То есть числился, но никогда не учился. Это вот в каком университете? Это в Шолохово, ну, в филиале тоже там наш. Я начал заново познавать азы психологии, когда мне уже было по 30 лет. Бытует мнение, что обычно в психологию люди идут, чтобы свои какие-то травмы залечить, прежде всего? Так и есть, конечно. Ну, нет ни одного нормального психолога. Нормального, в смысле, здорового, нетравнированного. Здорового, да. Ну, мы все травмированы, но психологов, психотерапевтов, психиатров здоровых нет. Это все люди, для которых психотерапия – это определенный механизм, сдерживающий их от каких-то, возможно, даже дисфункциональных поступков. Для меня это баланс, безусловно. Если я откажусь от психотерапии, ну, не знаю, может, меня понесет куда-то. Ну, и понятно, что сейчас мне уже 40 лет не понесет, прямо в какие-то дебри, но будет сложновато. Друзья, вы знаете, что я большой фанат астрологии, и на моем канале есть несколько выпусков со специалистами, которые не устают напоминать, что мы вступили в уникальное время, которое именуется Эрой Водолея. По мнению астрологов, сейчас очень важно научиться перестраиваться и находить новые грани реализации своего потенциала. Именно поэтому я хочу познакомить вас с Эддиторией, образовательным маркетплейсом от Сбера, где собраны курсы по самым разным направлениям, от бизнеса и личностного роста до творчества. И в преддверии новогодних праздников ребята дарят скидку 30% на новую классную обучающую программу для продакт-менеджеров. Она подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с этой специальностью. И классная фишка в том, что платить можно не за всю образовательную программу, а за блоки, которые нужны вам именно сейчас. Так начинающие продакт-менеджеры смогут оплачивать курсы постепенно, по мере прохождения лекций. А действующие менеджеры и специалисты из смежных сфер точечно прокачать нужные навыки, не переплачивая за программу целиком. И с трудоустройством вам здесь тоже помогут. Не упустите возможность получить новые знания. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к программе Эдитория и Продакт Стар. В семейную психологию почему вы пошли? Возможно, потому что у меня у самого не получалось создать крепкие отношения. Я же несколько раз женат. Трижды. Вот сейчас третий раз. Да, третий, да. Это очень популярный комментарий у меня в Ютубе. Какого хрена ты учишь других людей? Да, сапожник без сапога. Сам был несколько раз женат. Все, что ты такой умный, не сохранил отношения. Слушайте, я тогда был тупой. Я тогда занимался политтехнологиями и ездил по России. Занимался организацией предвыборных компаний. Депутаты разные, мэры городов и так далее. И уезжаешь на три месяца, на четыре месяца. Жена там без присмотра. Ей же хочется внимания, любви. А вы карьеру делаете? Да, мне хотелось. Я тогда вообще хотел стать депутатом. Я, кстати, был депутатом. Там в Тирасполе я выиграл выборы за 44 бакса. Наспор за 44 доллара я стал депутатом городского собрания. А так можно за 44 доллара стать депутатом? Ну, вот у меня не было больше. И я распечатал на ксероксе свою фотографию. Естественно, на ксероксе были хреновые. Там половина лица не видно. А у них глазами такие щеки тогда еще были. Побольше, чем сейчас. Только без бороды. Но я решил обойти все эти, значит, участки. Ну, этот участок свой пешком. Познакомился со всеми соседями, с бабушками, с дедушками. Ну, вот. А потом продал. Там был второй тур. Я отказался в нем участвовать. И продал, по-моему, за 4 или за 5 тысяч долларов, короче, следующему кандидату свою поддержку. Потом с ним ходил и говорил, что так, так и так. Я там уезжаю. У меня срочный отъезд из города. Вот. И вот надежный человек. За него голосуйте. Он стал депутатом, значит, городского собрания. И спустя 3 года, по-моему, я еще из него сделал депутата Верховного Совета. И меня это втянуло. Я потом начал зарабатывать на этом деньги. Я могу похвастаться. У меня было 14 предвыборных кампаний. В 12 все мои кандидаты победили. Вот. В 2-х... А что вы такого делали, что ваши кандидаты... Все использовали. Использовал различные манипулятивные приемы. При этом у меня изначально была договоренность с этими людьми, которым я помогал, что они еще до момента избрания уже начнут исполнять свои обещания предвыборные. Тогда я считал... Сами вы при этом отказались от... Я потом отказался. Вот и потому что последние компании, в которых я участвовал, там было несколько покушений на человека, с которым я работал, и с одним, и со вторым. И так получилось, что я рядом находился, вот. Там было нелегкое ранение в ногу из-за... Ну и, в общем, я просто понял, что это вообще не моя история. Я почему начал с этого рассказа? Я вернулся домой с очередных выборов. Мне, значит, звонят из очень важного учреждения, московского, российского. И говорят, вот тут хотят тебе предложить работу. Я в таком-то месте. Давай соглашайся. А жена бывшая мне говорит, ты выбирай. Ты хочешь либо работать, карьеру делать, либо возвращайся домой, и будет у нас семья. Ну, я выбрал, поехал домой, в общем. Приехал, и через три дня мне сказали, что со мной разводятся. То есть вы отказались от этого предложения? Да, я потом хотел обернуться обратно, но меня уже не взяли. Сказали, мы второй раз не предлагаем. Там, ну, там все очень серьезно. И сейчас этих людей по телевизору показывают. И все, через три дня мне сказали, что мы разводимся. Я, естественно, спросил, почему. То есть вы причину мне объяснили, почему мы разводились. То есть просто внезапно втрак разнулась и сказала. Я тебя разлюбила. Ну, я так посидел, подумал, ну, я так думаю, ну, как бы, есть за что, наверное. На нервах женщины находятся. Там стреляют, там какие-то угрозы. Тут спрячься, туда не ходи. А спустя время я, сейчас скажу, через неделю я узнал, что моя жена ушла к моему другу. Причем этот мой лучший друг, самый лучший, самый близкий был. С которым мы с детства выросли. Который успел отсидеть в тюрьме. Вот, вышел оттуда никому не нужный, брошенный. Ну, я, конечно, к нему относился как к себе. И когда я уезжал, я попросил, вот, ты можешь, если нужна будет какая-то помощь, присмотреть за моей женой. Он понял буквально. Да, он понял буквально, видимо. Причем сейчас я, как бы, это смешно все. Я даже благодарен Господу за то, что так все случилось. Потому что, ну, сейчас бы не было моей любимой женщины, не было наших детей. Вообще, вообще бы ничего сейчас не было. Слава Богу, что так произошло. То есть у меня никакой обиды на них нет, ни злости. Они сейчас вместе до сих пор, у них все замечательно. Ребенок родился. Пусть будут счастливы. На тот момент, конечно, для меня это был удар. Прям серьезный. Потому что он был первым человеком, которому я рассказал про то, что от меня уходит жена. Я ему позвонил и говорю, слушай, Макс, тут Наталья со мной разводится. Ты вообще, что происходит? Ты можешь мне сказать? Может, у меня кто-то появился? Он говорит, да, братан, да нет, ты что? Я же здесь все секу. Ну, он любил там использовать различный жаргончик такой. Он же сидел. Тюремный, да. Я здесь все секу, все нормально. И мы почти целую неделю с ним каждый вечер встречались за чашечкой чая для того, чтобы он меня поддержал. Мне реально было дурно. Я не мог понять вообще, как так может быть. У нас сын маленький там. И что происходит? И для меня было шоком. Как ты можешь сидеть вообще с человеком, есть, пить? При этом он тогда не работал нигде. Никто его не брал на работу. Я ему, естественно, деньги постоянно давал. Даже в этот раз, когда приехал, дал ему деньги. Он их взял. И в очередной раз я помню, сидим, и я говорю, слушай, а, я ему звоню и говорю, можем сегодня вечером встретиться? И он мне говорит, у меня очень важная встреча. А я, когда мне жена бывшая сказала, давай разведемся, я забрал свои вещи, отвез их к родителям. А мы там недалеко жили друг от друга. Мы там 6 минут пешком. И, значит, прошу его, давай встретимся вечером. У меня важная встреча, я не могу. И, значит, я еду домой к родителям, и мне звонит сын. Говорит, пап, а я с ним гулял в этот день в парке. И он мне говорит, пап, я в машине забыл у тебя машинку. Я что-то смотрю, на заднем сиденье валяется. Я сейчас привезу тебе ее. Захожу в подъезд и пешком, там, пятиэтажный дом, поднимаюсь наверх и дохожу до третьего этажа и слышу на первом этаже телефонный звонок. А помните фильм «Адреналин»? И там вот эта мелодия дебильная в «Адреналине». Вот такая вот она, психоделическая. Я слышу эту же мелодию, она стояла у моего друга на телефоне. Я слышу эту мелодию, и у меня просто вот в секунды пазл берет, вот так и собирается. И он отвечает и говорит, да, детка, я поднимаюсь. Я вот так стою на ступеньках, я думал, я его убью, честно. И он поднимается, идет, идет, идет наверх, и что-то там в телефоне ковыряется. И мы с ним вот сталкиваемся прямо лицом к лицу ее, сука, это ты? Мы поднимаемся с ним, и идем. Поднимаемся, звоним в дверь. Открывает бывшая жена дверь в шоке, она бледная стоит. Вот, и это был последний разговор наш с ней, когда мы зашли на кухню. Я пошел, уложил спать Николаса. Мы сидим на кухне. Я задал вам два вопроса. Значит, спрашиваю у Наташи, говорит, ты скажи мне, что ты хочешь от этого человека? Он говорит, я его люблю. У него спрашиваю, а тебе что от жены моей надо? Говорит, ничего не надо, она мне вообще не нужна. Я и не планировал воспитывать твоего ребенка. Я говорю, ну, как бы все. Ты же выбрал этого человека, вот с ним и живи. Ну, естественно, сын подрос, и он со мной живет. Ну, он сам выбрал, это было его решение. Ну, как бы изначально у нас была договоренность такая, что он вырастет, ну, сам определится, что ему нужно. Жена не была против? Нет, она, конечно, возмущалась. Вот, должен быть дома. Два метра роста мужа. Метр 97 рост, 100 килограмм вес. Все будет возле мамы семьи. Ну, вот после этого развода, какие вы сделали выводы для себя? Выводы какие? Что семья – это дерьмо. Вот какие выводы я сделал. В тот момент? В тот момент, конечно, да. Но потом вы встретили следующую свою супругу. Да, и тоже мы недолго пробыли вместе. Вот, и там тоже ситуация такая у нас, конечно, возникла. Каждый из нас в какой-то момент начал искать себя. Я несколько лет работал в таком ресторанном бизнесе. Влетал в какие-то сумасшедшие долги. Вот, и человек, с которым мы все это делали, на нас там в общей сложности долг был почти в миллион долларов, короче. Но мы, слава богу, его вернули. Не весь нам там еще и простили большую сумму. Вот, и я пришел к знакомому олигарху через своих друзей. Это, в общем, друг моих друзей был. Я пришел к нему и говорю, дай, Павел Борисович, денег на ресторан новый. Я уже подумал, вот я шишек набил, я сейчас новые открою и никогда не прогорю. Ну, он бы не заработал свои миллиарды, если бы он был тупым, правда? Он начал мне задавать вопросы разные. Я тебе могу дать эти деньги, тем более, если наши общие друзья об этом просят, вообще не вопрос. Миллион долларов, два, три, я тебе могу тебе десять дать. Но если тебе придется потом бежать из страны, потому что ты мне их не можешь отдать. Ты вообще как-то представляешь, планируешь сценарий жизни своей в случае краха и провала. И он мне за полтора часа объяснил, что мне не нужны эти деньги. И я с ним согласился. И он мне говорит, слушай, а ты петь любишь? Ну, да. Идем на второй этаж, попоем. Мы поднимаемся, и там просто какая-то сумасшедшая вечеринка. Нереально весело. Светомузыка. А я же все-таки в своей молодости и в детстве был всего этого лишен. Я там не ходил по ночным клубам. Если мы тусовались там в подворотне какой-то и в подъезде траву курили, то в пафосных местах я точно не был. И тут я захожу, и у меня мой внутренний ребенок, он просто кричит, я хочу здесь жить. Вот где-нибудь на диване я готов здесь остаться надолго. И мы с ним спели несколько песен. Я ему говорю, Павел Борисович, а раз вы мне не дадите миллион долларов, возьмите меня на работу. Он говорит, кем? И я петь буду. Бэк-вокалистом могу быть. Могу там звукорежиссером. Кем угодно. Он позвал управляющего. Там Антонина была управляющая. Он говорит, Тоня, завтрашнего дня у нас будет новый звукорежиссер. И вот будет подпевать нашим девчонкам. Я там застрял на три года. И там появился этот псевдоним Бартон. И там же я познакомился, получается, со своей супругой, с Даней. Мне платили за смену полторы тысячи рублей. С шести вечера до шести утра ты работаешь, поешь, веселишь людей. Естественно, там алкоголь. Ты нет-нет вместе с гостями выпиваешь. Ну, хорошо, там, чаевых тебе каких-то не надоют в выходные дни. И у нас ребенок должен родиться, дочка. И я понял, что нужно что-то делать. И вот как раз-таки в этот момент я понял, что мне нужно заново брать все полученные знания когда-то, сводить это все к единому знаменателю. И пытаться залезать на радио, на телевидение, везде. Вот. И она выбрала свое развитие. И в конечном итоге она приняла ислам, надела на себе хиджаб. И условие было очень простое. Либо ты становишься мусливанином, принимаешь ислам, и с тобой никях называется. У нас будет семья полноценная, и все. Либо мы разводимся. Ну, естественно, я человек, воспитанный в христианстве. При этом я и ислам тоже изучал. Для меня очень многие вещи, которые есть в исламе, они никак не отделимы от христианства. Абсолютно. Но на тот период я не был готов вообще к этому не был готов. Для меня это был нонсенс. И причем меня никто не предупреждал о том, что кто-то будет принимать ислам. Меня просто поставили перед фактом, телефонным звонком. Привет, я приняла ислам. И все, так мы развелись. Как вот дети, как вы им говорили о том, что вы уходите? У вас дочка уже родилась на тот момент? У меня нет отрыва. У нас духовная, душевная, ментальная, материальная, физическая, чувственная и психологическая связь у меня с детьми, она постоянная. У меня мои дети никогда не чувствовали, что у них нет папы. Но физически просто нет столько времени. Физически нас не было рядом. Ну и что? Ну как-то с ними нужно было это говорить? Конечно, мы все это объяснили. Я объяснил все, да, дочери. Сын был и сыну объяснил, и дочери объяснил. И сказал, что папа у тебя есть всегда, просто мы будем жить отдельно. И мы с тобой не ругаемся, мы с тобой не разводимся. Это взрослые люди расстаются. Так бывает? Конечно. Мама, папа у тебя всегда будут. И потом вы встретили уже Настю, но уже сильно позже. Да, да. И при том, что она занимается, в принципе, тем же, чем и вы. С Настей мы встретились, когда я проходил переподготовку, переквалификацию в институте Милтона Эриксона, когда я на гипнотерапевта учился. Она училась в соседнем институте, там буквально метров, я не знаю, там 300, наверное. В хинкальный, в депо мы познакомились. Как раз тогда я развелся, она после развода. В общем, сейчас все по-другому. Более осознанные, да, в отношениях? Ну, конечно. Ну, и плюс, я так понимаю, она занимается еще родовыми системами, да? Она клинический психолог, психотерапевт, она очень крутой психотерапевт. Но у каждого человека есть что-то близкое по духу. Там женские практики различные, энергетические практики, больше с духовным. Ну, да, и вот про силу рода я там смотрела. Про родовую систему, да. Она очень умная, правда. Я иногда с ней сижу разговариваю, она мне что-то рассказывает, и думаю, блин, вроде сам не дурак. Первый раз вообще об этом слышу. Мы оба понимаем, что отношения без кризисов невозможны. То есть там каждый этап отношений, он может внести либо раздор, либо наоборот их укрепить. Да, вот. И мы просто осознанно проживаем эти кризисы. Они возникают в любой семье. Не имеет значения, психологи вы, не психологи. Я вон, инстаграм открыть без фамилий. Вот берем психологов, 70% из них это несчастливые семьи. Несчастливые семьи. Сам психолог абьюзер. Люди, я серьезно говорю. Я не хочу просто говорить, кто это. Куча людей подписаны, миллионы, блин. Бедная жена. Бедная жена. И психолог это же не гарантия того, что сам человек адекватный. Но это 100%. Он может действительно помогать другим людям. Он может обладать уникальными знаниями, уникальными методиками психотерапевтическими. То есть теорию знает хорошо. Но при этом быть сам в собственной жизни несчастливым человеком. Мы так не хотим, знаете. Самое удивительное, вот даже в нашем окружении, если взять людей, с которыми мы только знакомимся, всем очень интересно подглядеть, что же там происходит у Бартола дома. Что там за семья у него такая. Ну, вы не выкладываете к себе в соцсети, потому что ничего из личной жизни. У вас только какие-то вот записи. Ну вот мои ребята мне говорят, надо срочно оживлять Инстаграм, побольше личной жизни. Нет, потому что у Насти есть личная жизнь, ну хотя бы чуть-чуть. То есть иногда она что-то выкладывает. Но у вас просто кроме прямых эфиров нет ничего. Я оберегаю свою жену от ненормальных подписчиц. А у вас такие бывают? К сожалению, да. Неадекватные? Неадекватные, да. Ну, я могу пример даже привести, когда ты, например, выкладываешь какой-то пост, либо сториз. Вот мне стоит не отметить жену, обязательно найдется там 100-200 человек, который по каким-то причинам психических расстройств, либо метеоусловий, начинает писать моей жене просто какие-то сумасшедшие гадости. Она же женщина. Про нее, да. То есть они из ревности или... Самая популярная гадость, что не могла сделать пластику носа более аккуратной. Но никакой пластики носа моя жена не... Она уже сама бедная замучилась, выложила фотографию свою детскую, где вот у нее в детстве этот нос картошки. И сейчас она... Да даже если бы сделала, ну и что? Ну какая? Нет, но все равно. Даже вот в таких мелочах. То вот нашла себе пердуна старого на меня. А у вас какая разница в возрасте? Шесть лет. Это пердун старая? Ну она молодо выглядит, понимаешь, и никто не дает ей 35. Все думают, что ей там 28. Я стараюсь, ну не знаю, я не люблю. Не то, что показуху. А для чего это делать? Ну вот часто бывает так, что люди сделают из этого бренд, транслируют какие-то отношения, которые на самом деле совершенно не такие в реальной жизни. Вот люди думают, что в семье психологов все идеально. Мы, конечно, шутим очень часто. У нас есть, безусловно, определенные договоренности. Ну, допустим, взять там транзактный анализ, например. Очень часто, когда у нас начинается какой-то спор, или мы пытаемся что-то доказать друг другу, или кто-то с плохим настроением. Ну, допустим, мне помогает. Да, я там вычисляю. Вот моя жена сейчас находится в позиции адаптивного ребенка. Вот ей нужно дать тепло, поддержку, взять ее на ручки. Или она, например, видит, что я хожу с утра что-то там и бурчу себе под нос. Ну, просто так, беспричинно. Она это чувствует, тоже подойдет. Там обнимет меня, поцелует. Такие вещи, они помогают, безусловно. Но если в целом брать, никакой там психологии мы не применяем. Какая психология? Нет. На работе, да, дома нет. Вы поделились в прошлом году тем, что у вас умер малыш после рождения. Да. Как вы пережили это? Тяжело. Тяжело, да. Ну, честно сказать, возможно, даже еще и не пережили. У нас уже родился Давид. Я вас поздравляю, летом. Да, спасибо. Вот, но я не могу сказать, что мы пережили. Это не переживается. Это же не болезнь какая-то. Да, ты ее вылечил. Во, я себя хорошо чувствую. Ты в любом случае смотришь, допустим, на детей. Ну, понимая, что там мой сын бы сейчас был бы вот таким. Да, сейчас бы он уже говорил. А сейчас бы он уже там рассказывал стишочки. Я не знаю, я не знаю, как мы это пережили. Возможно, потому что мы рядом были друг с другом. У нас в стране вообще вся история, связанная со смертью, она очень табуирована. Мы радуемся рождению детей, как правильно проживать утрату, мало кто знает. И для этого даже никаких условий не созданы. Я могу сказать, я в этом убежден и буду убежден до тех пор, пока не увижу обратную картину. Элементарно, слушай, ну, приходить в морг, где находится прощальный зал, прощаться со своим ребенком, а там ощущение, знаешь, что это просто свинятник какой-то. Вот просто какая-то, ну, прости меня за вот хуета полнейшая. Ты приходишь проститься с близким тебе человеком, а ты не можешь ни сесть, блядь, никуда, не почувствовать себя там комфортно, потому что там холод, сука, собачий. Какие-то обшарпанные стены, вонючие полы, блин. Все какое-то уродское, мрачное. Человеку и так хреново, знаешь, и зайти в такое помещение, ну, хотя бы почувствовать какое-то тепло от стен, этого уже было бы, ну, как бы достаточно в такой период, когда ты себя хреново чувствуешь. Но сделайте какие-то приличные условия, чтобы можно было хотя бы проститься с ребенком нормально. Ну, и тут, понимаешь, с одной стороны, я был возмущен бюрократии, вот это ты бегаешь, бумажки собираешь, побеги туда, съезди с этой справкой, заверю ее на одном конце Москвы, потом еще куда-то, а потом тебе нужно найти, значит, место для захоронения. И я был возмущен, а потом мы с Настей сидели, и Настя мне говорит, ты знаешь, мне кажется, если бы не было вот этой всей бумажной волокиты, мы бы с тобой с ума сошли. Мы бы просто сидели и переваривали все, все, что с нами происходит внутри себя, а так мы хотя бы, хоть как-то, ты отвлекаешься. Здесь тебе нужна одну бумажку, ты даже позлиться успеваешь еще в эти моменты. Я не знаю, что моя жена пережила. Я вообще удивляюсь, как она спустя такое короткое время пришла мне и говорит, я хочу родить, то есть мне нужен ребенок. Я говорю, слушай, ну если ты готова к этому, я вообще, хоть сейчас, давай. Она, конечно, такая женщина у меня, с таким стержнем, несмотря на красоту свою, она очень сильная. И потом ты находишь какие-то чаты там, в телеграм-каналы, ватсап, значит, заходишь туда и ты понимаешь, господи, слушай, там этих родителей просто сотни. И туда в эти чаты добавляются каждый день, люди, представляешь? И у кого-то там ребенок 8 лет умер, у кого-то в 5, у кого-то в год. Но даже спустя год после того, как все это произошло, мы с Настей зашли в этот чат, и там многие люди до сих пор находятся, из тех, которые потеряли детей в одно время с нами. И мне кажется, это очень неправильно. Они в таком, понятно, они там нашли, знаешь, вот уже своих, какую-то поддержку определенную, возможно, там опору нашли для себя психологическую. Но это очень сложное зависание. Из него нужно выбираться, идти в терапию, прорабатывать утрату и не останавливаться. А вот сейчас у вас малыш появился. Есть ли разница между тем, как стать отцом в 40 и как стать отцом в 25, условно? Конечно. Вот в чем разница это? Вот для вас отцов. Для меня в чем разница? Ну, я могу сказать даже, например, с Николасом, да, со старшим сыном. Я делал все возможное, чтобы соскочить, побыстрее от него куда-то. Там с друзьями потусить. Вот. При этом я его любил с самого детства. Я рад был, когда он появился. И вообще, я любил с ним играть, там какие-то тусовки, развлечения. Но для меня тогда отцовство было каким-то... Ну, есть и есть. Потому что папа, папа, кричит себе, там мороженое купил, отвлекает, телефон дал, там еще что-нибудь. Все, до свидания. Вот. Уже там с Аришкой по-другому все было, да, более осознанно. Когда мы ждали Мишу, ну, это было явно осознанно, да. То есть я... У меня уже были планы. Я уже знал, в какой я там буду футболке ходить, в какой он будет ходить. Я уже думал, там у меня какие-то фантазии были. Помнишь, был фильм с Свином Дизелем, где он... Такой у него бронежилет, только там вместо патронов, там, соски, бутылки. Я Насте говорил тогда, ты знаешь, когда Мишка родится, я себе куплю такой бронежилет, начну ходить в спортзал, подкачаюсь, вот, и буду носить его в этой кенгурушке. Здесь у нас будут соски, там, значит. Вот. Ну, так вот с Мишей все произошло, и не получилось этого. А с Давидом... Ну, я не вижу разницы между ожиданием рождения Миши и Давида, например, и Ариши. Ну, с Аришей, да, конечно, есть разница в ожидании. Ну, вот. Это были мои первые роды совместные. Я говорю мои, потому что я... Было ощущение, что я рожаю вместе с Настей. Я, конечно, даже там начал использовать различные эти штучки психотерапевтические, ну, для того, чтобы ей помочь. Да, потому что я... Она начала волноваться очень сильно. У нее кесарево было. И она нервничает. И там, в общем, сделали эту анестезию. Она не сразу взялась, а ее уже начали резать там. Она кричит, мне больно. Я ей говорю, слушай, ты почему серьги не надела? Она говорит, какие серьги? Переклетели внимание. Да, где серьги? Ну, мы же договорились, что ты будешь рожать в тех сережках, которые я тебе подарил. Она отвлеклась на какое-то время, ну, и потом ее, в общем, ввели в состояние уже сна, потому что, ну, не берет наркоз и все. Но вот это ощущение, знаешь, когда тебе из-за занавески выползает ребенок, он орет, руки, ноги вот так в разные стороны. Страшный. В этой всей какой-то жидкости, в общем. В плаценте, да. Да. Ну, там, конечно, слезы, радуешься, плачешься. Потом меня еще позвала, значит, женщина, говорит, акушерка, иди, отрезай пуповину ему. Я ей, да, хорошо, иду. И тут, с одной стороны, жена моя лежит, здесь ребенок. Ну, я приветствую, кстати, пупочек вообще, такой классный получился. Ровный, идеальный, как будто я пупкорез, блин, профессиональный. Очень классный. Вы сказали о том, что вы вернулись, так скажем, в психотерапию, как раз вот после того, как со второй женой вас там начались, так скажем, уже сложности. Ну, я уже в процессе возвращался, когда я, мы еще были вместе, у меня, получается, был первый проект, на котором я был ведущим, реалити-шоу беременный папа. С чего вы начинали, то есть, сколько стоил ваш прием в тот момент? 500 рублей. 500 рублей за час? Да. И вот, где вы принимали, у вас был отдельно какой-то кабинет? Мне был отдельно кабинет, все как все нищие психологи. Я снимал второй Колобовский переулок, 25, по-моему, строение 2, на Святого Блеварина. Это центр Москвы. Да, там, значит, есть вот во дворах такие полуподвальные помещения. Я помню, там еще какой-то центр был, скорочтение какого-то. И там почасовая аренда помещения была. Ну, так все очень скудненько. как там было чисто. к вам приходили и попадали? Как вы рекламировали себя? Я какие-то группы, в общем, находил ВКонтакте, в Одноклассниках, какие-то типа доски, типа доски, объявления, всякая ерунда. А вы там писали о себе какую-то информацию и оставляли телефон. Ну, видимо, все клевали на 500 рублей. Не на меня, а 100%. А вы такую стоимость поставили, потому что вам нужна была практика какая-то? Потому что я, у меня был синдром самозванца. Мне было стыдно брать с людей деньги. Вроде бы тебе человек приходит поделиться проблемой, сказать, что мне плохо жить, помогите, и ты еще с него деньги за это берешь. Наоборот, то есть надо дать ему. У меня были такие случаи, это конкретная профдеформация. Когда я своим клиентам делал какие-то подарки, книжки дарил, я не знаю, открытки какие-то. Но они приходили, я еще снимал это помещение, сразу набирал, там, допустим, 5-6 человек себе. Ну, получается, 3000 рублей, да. Стоимость тогда там стоила, по-моему, 300 рублей в час. Ну, я в итоге за день зарабатывал тысячу. Ну, плюс там какие-то деньги я зарабатывал на телеке. То есть вы параллельно как-то устраивались работать как консультант на телевидении? Ну, как ведущий я был, да, как ведущий. Ну, там, гонорары там небольшие. И как вы постепенно стали поднимать цены на свои услуги? Цены? Скрипя зубами. Потихонечку. Да. Я помню, у меня был переломный момент, когда у меня консультация стоила 10 тысяч, а я потом 50 сразу. Ты пойми, что здесь вопрос-то не в том, что я приписываю себе какие-то суперзнания, технологии. У меня сейчас консультация стоит 100 тысяч. Знаешь, почему? Чтобы ко мне никто не записывался на консультацию. Вот как Лобковский нам тоже. Ну, они записываются. Но я сейчас никого не принимаю. Михаил Лобковский объясняет это тем, что у него просто нет времени, а если оно как бы есть, то оно должно вот столько стоить. Плюс ко всем, он говорит, я не люблю личные консультации, если я их провожу, то это должна быть одна консультация, я заодно все объясняю человеку, и все, он ко мне не должен дальше возвращаться. То есть у него как бы такой подход. А у тебя как? Плюс-минус то же самое. То есть у тебя тоже одна консультация всего? Нет, нет, это крайне неправильно. Почему я сказал, да, что важно понимать и разбираться, в чем нуждается человек? То есть кто такой психолог? Это специалист, который должен определить в первую очередь твой ли это клиент. То есть ты можешь взять человека, начинать с ним работу, погрузить его в терапию, но при этом это не твой клиент. Это, например... Что это значит, он пришел не с той проблемой, с которой на самом деле... Это может и значит, например, что это пациент-эндокринолога. А, вот так вот. Понимаешь? Вот он приходит и рассказывает тебе о своем состоянии. Ты же какой-то анамнез составляешь на человека, берешь и отправляешь его к эндокринологу. Вот, допустим, с паническими атаками. Ты в процессе общения с человеком понимаешь, что каких-то эмоциональных установок, которые могут его триггерить, внешних факторов как таковых не существует. И для того, чтобы перестраховаться и не быть потом человеком, который несет ответственность за некачественную терапию, я отправляю к эндокринологу. Возвращается и говорит, блин, вот мне врач сказал, гормоны полетели, там плохо, здесь плохо. То есть, сам эндокринолог говорит о том, что поведение твоего организма физиологически непредсказуемы. Панические атаки в том числе связаны с этим. Но дал рекомендацию побыть в психотерапии. Вот если ко мне такой человек приходит, я с ним не буду находиться в долгосрочной терапии. То есть, я его передам кому-то из своей команды, другому специалисту. Я, вот Лобковский говорит о том, что он за одну сессию решает все вопросы. Я не говорю, что я их решаю за одну сессию. Я определяю для себя, что если я здесь в моменте могу быть человеку полезным и, например, в консультационном направлении оказать ему помощь, даже в психотерапевтическом, но краткосрочно, здесь и сейчас, дать ему определенные рекомендации, посоветовать что-то, хотя психологи нечего. Если мы берем консультационное направление, там допустимы какие-то корректировки, конечно, психотерапевтическое направление не допускает рекомендаций, то вот в этом случае я возьмусь за человека здесь и сейчас. Если я понимаю, что с ним нужно работать неделю, полгода, год целый, я с ним не буду работать. Вот как раз-таки по причине нехватки времени. Не потому, что я не хочу, но ты же поймешь, что есть очень многие люди, которым нравится быть долго в терапии. Для многих людей долгосрочное посещение кабинета психолога это в том числе уход от ответственности. Есть такая психологическая прокрастинация, когда ты находишься в терапии длительной и тебе выгодно не находить пути и решения своих каких-то жизненно важных проблем и этим оправдывать свое бездействие, например. Вот я не могу уйти от мужа-абьюзера, потому что я жертва, но я не могу перестать быть жертвой, а я жертва, потому что у меня мама плохая была, а у мамы бабушка, и вот она уходит в эту проработку отношений. У меня немножко другой подход. Когда ко мне люди попадают, у меня задача оказать экстренную помощь здесь и сейчас. Дальше ответственность человека. Я не люблю ковыряться в прошлом людей, устраивать эту длительную психотерапию. Мне казалось, только так можно залечить какие-то травмы, если ты копаешься и ищешь с детства. У нас мозг очень адаптивен. Вот ты когда покупаешь себе туфли, первые 4 часа там день ходишь, чувствуешь, что они немножко не, ну как-то не по ноге. Проходит неделя, месяц, ты уже даже ничего не замечаешь. Идешь, все нормально. Это нога. А теперь представь, что с твоим мозгом. Там же просто вселенная целая. Мозг очень адаптивен. Мы адаптивны. Это показатель психологической зрелости. Если ты зависаешь надолго в каком-то опыте, травматичном, это уже говорит о твоей психологической незрелости. Поэтому очень часто психологи путают разные направления, консультационное либо психотерапевтическое, и еще усложняют процесс восстановления личности. вместо того, чтобы его в психотерапию отправлять, он его сидит, консультирует полгода. И наоборот, здесь можно консультацией обойтись, он его в психотерапию тащит, вскрывает то, что человек уже давным-давно забыл. А как вот понять, что ты не к тому человеку попал, что человек не может помочь тебе? Все очень просто. После посещения специалиста тебе должно стать лучше. Точка. После даже первого посещения? Абсолютно. А если после первого ничего вообще? Не может тебя хороший специалист, не может тебя отпустить из своего кабинета в разобранном состоянии. Ты вышла там вся в слезах, в соплях, идешь за столбы, держишься, подругам звонишь, я не знаю, как теперь быть, была у психолога. Нет. Ты выходишь из кабинета с маленьким, но ресурсовым состоянием. Я была в психоанализе, и мне там говорили, что будут периоды, когда мне будет некомфортно, не хотеться ходить, и так далее. То есть, как будто бы у тебя трансформация происходит через боль условно. Сопротивление будет, но мы говорим конкретно в моменте, ты задала вопрос, как определить тот человек или не тот человек. Вот если ты приходишь к специалисту и уходишь с ощущением, что тебе стало еще хуже, это точно не туда ты попал, ошибся дверью. А то, что в процессе трансформации ты будешь в разных состояниях, у тебя будет и апатия, и эйфория, и где-то даже и депрессия, это все нормальный процесс. Ну и ты говоришь, что в принципе не нужна долгосрочная терапия с хорошим специалистом, можно за короткий промежуток времени найти причину твоего там состояния. Смотри, что значит долгосрочная терапия? Я имею в виду, когда мы уходим в самокопание на длительный период. Допустим, в Америке долгосрочная терапия это, ну, к примеру, там, три года. У нас долгосрочная терапия это полгода. То есть, в каждой стране... Я говорю про пять, шесть, семь, десять лет. Вот, заниматься самокопанием пять, семь, десять лет это небезопасная история. Находиться в таком, знаешь, поддерживающем состоянии в психотерапии нужно человеку, у которого и проблем нет. То есть, раз в месяц прийти в кабинет к психологу, даже просто поговорить, а в процессе разговора обнаружить какие-то важные для себя вещи. Это нормально. Ты можешь всю жизнь ходить к психотерапевту. И если мы берем там европейские страны и Америку, какие бы там у них говнюками не были, но у них эта культура есть. А у нас это только зарождается. И у нас же принято ходить к психологу только когда тебе хреново. Но у тебя, вот какая основная твоя аудитория? Кто к тебе приходит? Разные абсолютно. Женщины? Да. Наверное, 95% женщин и 5% мужчин. Между ними разница только лишь в том, что из 100% обратившихся женщин за помощью 10% выполнит все то, к чему они пришли в психотерапию. Все остальные отбросят это на потом, будут ссылаться на эмоциональность, на менструальный цикл, на погоду, еще на что-то. Из 100% мужчин, обратившихся за помощью, 90% сделает все то, к чему они пришли во время терапии. При этом у тебя тоже есть мужчины, которые приходят разбирать свои отношения с женщинами. То есть у кого-то есть такой все-таки запрос. Приходят мужчины разные, абьюзеры. Все-таки абьюзеры приходят. Конечно, их очень много. Ты же поймешь, что абьюз может быть бессознательным. Вот если ты стоишь и крутишь веревку с кирпичом и слышишь ай, ой, ай, потом поворачиваешься и видишь людей, которые лежат. Ты же можешь сделать вывод, что что-то не так. И абьюзер, он же не везде абьюзер. И если его вызывает начальник себе в кабинет, он уже не абьюзер. Он будет выполнять поставленные задачи. Это о чем говорит? Что он имеет заниматься саморегуляцией. То есть он в контакте со своим эмоциональным интеллектом, со своими эмоциями, с чувствами, с мыслительными процессами. И такие люди, они понимают, что да, мне нужна помощь, я не справляюсь. У меня была семейная пара, которые уже подали заявление на развод. Пришли для того, чтобы договориться, как родителям, как взаимодействовать с детьми. У них двое детей. Вообще офигенные ребята. Никакого насилия не было. Причина – это невозможность находиться рядом с женщиной. То есть мужчина не мог объяснить свою агрессию и раздражительность. Он говорит, я не могу со своей женой находиться в одном пространстве. И мы приняли решение расстаться. Ну, она как женщина сидит, плачет там хнык-хнык. И помогите нам не утратить взаимосвязь с детьми, как родителям. И мы просто… У нас две встречи с ними было всего. Вот. И мы поняли причину. А там причина просто сумасшедшая. Я сейчас расскажу, ты не поверишь. Значит, и они не развелись. Они остались вместе. У них уже трое или четверо даже детей. Представляешь? Так, в чем причина? Причина была в том, что женщина неправильно кушает. Ела она некрасиво. Во вторую встречу нашу… Он приехал раньше, я сижу с ним в кабинете. А там, под кабинетом, была шоколадница. Она там завтракала. И она со своим стаканчиком кофе, доедая что-то, залетает в кабинет, садится, делает глоток, оставит его, значит, на столик. И он говорит, сука, вот я сейчас ее просто убью. ничего ж не произошло. Да как не произошло? Заходит и это… Вот так. А можете еще раз повторить? И он показывает такое движение языком. Вот такое, знаешь. Или, а что это значит? Да я ее готов убить за это. Я на нее смотрю. А что? Ты опять во мне что-то нашел. Тебе все время во мне что-то не нравится. Короче, мы там раскопали эту историю. Оказывается, когда они познакомились. Ну да, понятно, сумасшедшие люди. Влюбленность, гормончики, они мы же не видим друг друга настоящими. Но он говорит, меня тогда уже начало немножко вымораживать, это его слово, что она когда поест, она там не как-то неаккуратно возьмет там остатки пищи удалит изо рта. А она сидит и вот так зубами вот так берет, язык вытаскивает. На языке остается там что-то кусочек чего-то. Она чуть ли не глаза косит на этот язык, обратно его в рот засовывает. Ну и тогда я не обращал на это внимания. Потом я начал избегать с ней совместных приемов пищи. Представляешь? И после этого он начал избегать походов в гости. После этого он перестал ее хотеть. То есть вот у Литвака классная такая лекция была давно, я еще помню, еще там сопливый был, где он тоже рассказывал про то, как семейные пары расстаются, например, из-за того, что у мужчины на спине явно выраженные такие родинки, бородавки были. И когда женщина его обнимала, когда он на ней лежал во время секса, и она гладила его по спине, это вызывало у нее ужасное отторжение, и из-за этого пара семейная рассталась. И вот такие мелочи, ты представляешь, которые мы даже не осознаем, могут привести семейную пару к разводу. Хочу перейти к вашим высказываниям. Строить бизнес нужно только с партнерами, у которых есть семья. А если нет... Я в этом убежден. Почему? А если вот у человека нет... Я сейчас тебе объясню. Смотри. Ты же понимаешь, что семейный человек это структурированный человек, у которого безусловно есть ценности, свои традиции семейные, видение себя сегодня, завтра, через 10 лет, через 20 лет. И с таким человеком проще в бизнесе даже не с точки зрения морали и нравственности, а даже с точки зрения просто понимания друг друга. Я тебе приведу простой пример. Одно дело, когда ты летишь на переговоры с человеком неженатым, для которого тусовки, девчонки, либо ты летишь с партнером, у которого есть семья, и он себе не позволяет поведение, которое вам может позволить себе свободный мужчина. Плюс, какие даже организационные моменты, совместный отдых. Все-таки партнерство в бизнесе, оно подразумевает и элементы дружбы, да, где-то общий интерес, с семьей куда-то поехали, ты со своей, партнер со своей семьей. Когда компания, это ребята, соучредители, у них общий бизнес был, значит, все семейные прилетели в Париж, по-моему, или и один прилетел с эскортницей, вот, а они все вместе, один бизнес ведут, и они от него отказались, они поставили ему жесткие условия, выкупили его долю, и с ним больше не работали. Я точно знаю, что у одного из этих ребят, который пошел на такой принцип, есть любовница, но он не приехал с ней, понимаешь? Вопрос в другом, это, когда человек об этом открыто заявляет, это совершенно другая степень осознанности. То есть, как бы, он уже не уважает, получается? Там нет ни уважения, ни осторожности, вообще ничего нет. И, естественно, разумное решение. Если ты позволяешь себе обманывать и передавать самых близких, причем так свински это делать, в открытую, то что ты можешь сделать с нами? Я с ним абсолютно согласен. Ну, с одним из них. А если вдруг так получилось, что твой партнер очень крутой специалист, но у него нет семьи, ну, не случилось, ну, не сложилось, может, развелся, может, еще что-то, ну, прям отказываться от партнерства с ним, пока он не заведет? Нет, значит, там должны быть четкие договоренности. Четкие корпоративные договоренности. Все. Точку. Пожалуйста, без проблем. Так, давай дальше. Если мужчина не женится, значит, не любит. Мужчина должен любить женщину, не пытаясь понять ее. Женщина должна чуть-чуть любить мужчину, но больше понимать ее. То есть, мы немножко по-разному устроим. Когда мужчина пытается понять свою женщину, это конец. Очень часто, когда мужчина не женится, он как раз-таки находится в стадии раздумий. Не женится это на протяжении какого времени? То есть, вот полгода, год, два, три, Если в течение года не женится, надо сваливать. То есть, если за год тебе мужчина не сделал предложение, надо уходить. То все, он и не сделает. Абсолютно. Нет, может быть, он и сделает. И пойми, что, я тебе объясню, почему так происходит. Дело в том, что период влюбленности, он длится от 10 месяцев до 20. Ну, это достаточно немного времени. Что происходит в первые 10 месяцев? Гормоны, эйфория, страсть, секс, мечты, иллюзии. И я тебя люблю. То есть, как правило, по статистике, люди признаются в любви друг к другу в первый год отношений. Проходит еще какое-то время, мы приближаемся уже к 20 месяцам, влюбленность начинает куда-то испаряться. Ну, так мы устроены, гормональная система успокоилась, мозговые центры твои пришли в норму, все хорошо. Ты перед собой видишь уже не объект влюбленности, а того самого мужчину, которого ты еще не знала. До этого ты видела того, кого ты себе придумала. А он ту, которую он себе придумал. И вот как раз в этот момент два человека что? Начинают задумываться над тем, что оказывается любовь прошла. И нам надо еще присмотреться друг к другу. И они ждут какого-то момента, в который они осознают, что они должны быть вместе. Этого момента не наступает. Потому что это уже следующий этап отношений, где как раз таки оба партнера зрелых уже в официальном союзе. Ну хорошо, пусть это будет не... Вот если бы мы жили там где-нибудь в джунглях, нам бы просто носы прокололи одинаковыми булавками. То есть мы не привязываемся прямо к ЗАГСу. Но это определение маленького института семейного. И дальше следующие этапы пошли. И с этого этапа человек должен уже за счет своей осознанности и понимания, что мы вместе... Понятно, что сто процентов никто не дает, что мы навсегда вместе. Даже самые идеальные семьи рушатся. Но мы понимаем, что мы вместе в ближайшем будущем, сегодня мы планируем совместную жизнь. Там немножко другие взаимоотношения. Чаще всего мужчина вошел в отношения с женщиной, он проживает страсть, влюбленность, и у него отпадает желание жениться на ней. Он опять пытается вернуться вот к этому инстинкту, который дан природой. Он начинает смотреть на других женщин, флиртовать, тусоваться, влюбился в другую. С другой то же самое будет. Поэтому здесь можно прямо сказать, Всевышним так все устроено, но мы же сложные конструкторы, биохимические. Поэтому встретил женщину, период влюбленности это как взлетная полоса. Взлетели и полетели дальше. Люди ошибаются, они думают, что им просто не везет. Нет. Всем везет. Договориться можно практически с любым человеком, если есть степень осознанности. Женщины часто оправдывают таких мужчин только лишь потому, что не верят, что на них могут жениться. Это же очень выгодно. Все сбрасывать на то, что да я и сама замуж не хочу, да я и сама то, да у него просто нет возможности. А мужчине выгодно быть в безответственных отношениях, присматриваться. Что значит присматриваться к женщине? К чему ты хочешь присматриваться? Ты что, еще не разглядел ее? В первую неделю сто процентов. Всю изучил, с ног до головы. К чему еще пересматриваться нужно? Отношения, они не создаются на эмоциях. Они создаются за счет разума. И есть просто категория людей, которые в большей степени живут инстинктами, с ними бесполезно что-то иметь. И наоборот, есть люди, которые чрезмерно в разуме. Нам нужно выбирать баланс. У каждого человека есть и та, и другая сторона проявленности. Мы должны учиться ими управлять. Но женщинам с низкой самооценкой очень сложно это делать. Я поэтому всем вставляю себя на курсах мозги. И на курсах. И, кстати, у тебя один из самых популярных роликов у тебя на канале про то, что какими качествами должна обладать женщина. Десять золотых правил. Мне нравится, есть такая аргентинская писательница Эстер Вилан. Вот она говорит, женить бы это лучший комплимент для женщины. Но по факту это так. Пусть женщины прекратят себя обманывать и четко ставят мужчину перед фактом. Не в первый день знакомства, понятно. Пусть пройдет там месяц, но женщина должна транслировать ему, что со мной нельзя быть в безответственной связи. Нельзя просто так со мной жить, спать. Найми себе кухарку. Все. У меня вот есть друзья, состоятельные ребята. Потом мне говорит, смотри, у меня есть две женщины, которые готовят мне. Ну, взрослые, тетеньки такие. Они знают, что я люблю. Они мне наготавливают все это. Значит, при этом дома я не ужинаю где-нибудь в ресторанах. Это только, как правило, завтраки и на выходные дни, когда друзья приезжают. У меня есть, говорит, три экскортницы, с которыми я сплю в разное время, когда я захочу. Вот. Ну, я за все это плачу, деньги. У меня есть женщина, которая убирает меня в доме, которая отпаривает мне, значит, одежду, увозит в химчистку. Он за все это платит. И эти все женщины, они добровольно согласились на такую взаимосвязь с ним. Кто-то готовит, кто-то спит, кто-то уборкой занимается. Он делает для них благое дело, а они для него. Понимаешь? Его хоть понять можно. Чувак реально платит деньги за это. Он ведет себя как мужчина. Даже несмотря на то, что он решил там спать с разными тремя женщинами. Но это же кусок говна хитрожопого. Понимаешь? Нашел женщину, затащил ее в одну, жилплощадь. Жениться не хочет. Ведет себя как, потребляет все, как все то же самое, что муж. Ответственности, как муж не несет. А она заслуживает право быть его женой. Вот только женщина в сожительство переступила, пошла сразу обесценка ее. Мужчина... Не надо жить с мужчиной до брака, получается? Присмотреться. Это вот Лапковский эту херню рассказывает. Поживи немножко. Дочку свою «Отдал бы ты пожить с десятью мужиками?» И потом хрен его знает, что там у нее в голове. Чем больше у женщины сексуальных партнеров, тем быстрее она в дурке окажется. А женщина так устроена, что чем больше у нее мужчин, тем хуже ее состояние. И психологическое, и моральное, и физическое в том числе. От таких женщин даже пахнет по-другому. Это тоже научно доказанный факт. Это женщины, находящиеся в постоянном стрессе, у которых формируется дофаминовая зависимость, страх от сопротивления со всеми, кто их окружает. Меня реально поражают такие вопросы от женщин. Ну как же, а как же без секс? Слушай, купи себе фалоимитатор. Сейчас такие делают качественные, что ты даже не отличишь от настоящего. Пользуйся им, пожалуйста, пока ты не найдешь себе нормального мужчину. Нет, она прыгает к одному в койку, к другому, к третьему, к пятому. А потом этот мужчина приходит ко мне и спрашивает, Марк, как быть? Я задал вопрос своей женщине, сколько у нее было мужчин для меня, а она говорит, 24. Я решила честно признаться, чтобы ты, если что, потом узнаешь вдруг, чтобы между нами не было недоверия. Так тебе, что доверять нельзя, что у тебя в голове было, что ты пронеслась по такому, по этой роте солдатам. Все ржут просто, ребят. Нет, конечно, смеются. А представляешь, вот, а он, пока она ему это не рассказала, он успел в нее влюбиться. И он сидит и мучается. 25, Ну, может, есть мужчины, которому все равно... Теперь песня группы Корни «Моя любовь живет на 25 этаже», у него сразу ассоциироваться будет с ним. Вот это как в анекдоте. Знаешь, когда мужчина с женщиной прожили 20 лет, он подходит к ней и говорит, любимая, скажи, какой у тебя по счету? Вот так вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ты девятый. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так же и здесь. Поэтому все это распутство. Я сейчас не потому, что я решил поиграть в батюшку либо в пастора. Нет. Это все очень интимно, это все очень чисто. Отношения мужчины и женщины, это такая, знаешь, это храм. Вот ты начинаешь туда впускать какое-то дерьмо и в таком дерьме оказываешься. Давай дальше по твоим высказываниям. Бизнес не женское дело. Не женское. Почему? Вот Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина на стране, основала компанию Вайлберс. Мне кажется, идеальный пример успешной женщины, что у нее получилось сделать бизнес. Она счастлива? Это я не знаю. Я не знаю. Никто не знает. Как часто она с детьми общается с мужем? Все ли у нее хорошо? Может ли она спокойно спать? Радует ли ее то, что у нее такая ответственность? Мы не знаем этого. Я уверен в том, что женщина, которая занимается, здесь тоже нужно понимать, бизнес, бизнес, рознь. Одно дело, когда ты занимаешься бизнесом в кайф, от этого не страдаешь ни ты, ни твоя семья, а не отношения с мужчиной. И совсем другое дело, когда ты пашешь, как лошадь, у тебя нет времени ни на мужчину своего, ни на детей. Для тебя бизнес становится и мужем, и ребенком. Вот такой бизнес нет. А возможно, я говорил это в контексте, когда еще мужчина не очень успешен. Потому что, если женщина более успешна, чем мужчина, это катастрофа. Она его кастрирует, себе отращивает, половые признаки мужские. Но если мужчина не может столько зарабатывать, сколько женщина, если у женщины больше талантов... Можно договориться. Но это очень, очень, такие, знаешь, непредсказуемые отношения. Я объясню, почему. Допустим, если взять слабого мужчину, который выполняет функции жены, он с детьми, он там на хоккей их возит, дома за порядком следит, жену встречает. Но мы же от природы своей не уйдем. Что происходит с таким мужчиной? Мужчина без здорового стресса, без цели, без достижений, он превращается в женщину. В прямом смысле слова. Гормональный фон нарушается, волевые качества становятся совсем другими. Женщина в активной стадии достижения цели, наоборот, у нее вегетативная нервная система по-другому работает, в ней формируются адаптивные состояния, которые напоминают поведение мужчины. Она становится волевой. И если они извращенцы, ну, мягко говоря, тогда им это нравится, и они еще умеют совместить вот эту модель отношений с сексуальной игрой, где она госпожа, а он раб, тогда, возможно, такая семья будет жить. Но чаще всего это приводит к тому, что женщина начинает сравнивать своего мужчину с другими. Он становится ей неинтересен. Мужчина начинает напоминать такой женщине, что он все-таки мужчина, а она с этим категорически не согласна, потому что для нее мужчина это лидер, а он не лидер. С ним небезопасно. И вот небезопасно это ключевое. Какой бы ни была успешная женщина, у тебя может быть миллиард долларов, если тебе небезопасно с твоим мужчиной, эта семья никогда не будет существовать. Ее нет. А что делать женщинам, которые хорошо зарабатывают, которые любят работать, которые хотят чего-то достигать, но их мужчины, например, они такие амбициозные, у них нет столько целей, столько... Ну, уходить от таких мужчин... Принимать его таким, как он есть, не требовать от него ничего. Вот если ты готова любить такого мужчину, люби его. Не готова, сразу уходи. Все очень индивидуально. Я знаю такие семьи. У Насти у моей тоже такие семьи в терапии, где мужчина... Ну, не то, что он домохозяйка, у них в семье много денег. То есть он там зарабатывает миллион, а жена ему 20 миллионов в месяц. Ну, понятно, у нее возможности больше. Но там вопрос такой не поднимается, что вот он мало зарабатывает, а он говорит, например, «Окей, приходи домой, ты можешь быть дома, я начну активничать, и через полгода выйду на другой доход». Она говорит, «Ты меня лишишь возможности заниматься любимым делом». И мужчина уже взвешивает. Для меня что важнее? Чтобы моя женщина занималась любимым делом и кайфовала? Или мои амбиции личные? У меня нет амбиции. Я зрелый мужик. Мне доказывать никому ничего не нужно. У нас вон трое детей, все прекрасно и замечательно. Все очень индивидуально. Шаблонность здесь точно подходить нельзя. Хорошо. Следующее высказывание. Изначально мужчина знакомится с женщиной, чтобы с ней переспать. Это правда. Мужчина не выбирает женщину по красоте души. Вот должно что-то щелкнуть? Хочу. И вся остальная прелюдия в виде ресторанов, ходить за ручку, слушать про этого попугая в детстве ее, как она на кактус упала и проколола себе ручку, это уже исключительно для того, чтобы она оказалась с ним в постели. То есть у тебя тоже так было всегда? Ты тоже так было? Я и Насте сразу сказал, я тебя когда увидел, я понял, что я бы хотел с тобой переспать. Ну как ты мне понравилась как женщина? Еще я на тебя жениться собрался что-ли сразу? Ты мне просто понравилась. У меня появилось естественное желание как у любого другого мужчины. А вот дальше события уже разворачивались, естественно, не по моему сценарию. То есть мой сценарий это вообще отдельная история. и у каждого мужчины свой сценарий. Дальше сценарий женщины. И он может быть абсолютно разным. Если на арену выходит на сцену женщина с уничтоженной самооценкой, у нее сценарий будет такой, не очень интересный. С ней переспят и оставят. Женщине важно рядом с мужчиной показать себя не только с точки зрения того, что я есть сексуальный объект. Я человек. Я женщина с ценностями, со своей самоактуализацией, какими-то интересами, развитием, с определенными принципами. Ты же такая хитрая. Вопросы задаешь мне. Твои высказывания. Прошу прокомментировать. Женщина не пойдет на свидание с мужчиной, если заочно не переспала с ним. Но она не пойдет с ним в ресторан. Вот познакомились с мужчиной и женщиной. Пообщались. Он ей говорит, давай встретимся в рестике. Она чувствует, что между ними что-то происходит. Женщина никогда не будет сидеть и позволять ухаживание за собой, если она мысленно не допустила секс с этим мужчиной. Ну хорошо, но бывает такое, что ты хочешь просто посмотреть, сходить, может быть ничего, нормальное кажется чувак. Бывает и такое. Не сразу. Но ты не пойдешь на свидание с мужчиной, от которого тебя воротят. То есть ты где-то бессознательно понимаешь, что если чувак нормальный, то окей. Вообще не вопрос. Это нормальная история. Мы же взрослые люди, правильно? Чего нам стесняться этого? Просто от степени осознанности человека уже конечный результат зависит. Будешь ли ты ходить на свидание и спать со всеми подряд, либо ты пойдешь на свидание и будешь общаться с мужчиной и выйдешь за него замуж. У нас есть еще некоторые стереотипы, которые обычно люди в них верят. Хочу, чтобы ты их подтвердил или опроверг наоборот. В идеальных отношениях один любит, другой позволяет себя любить. Мы любим тех, кто нас не любит. Это не любовь, это невротические отношения. Что значит, мы любим тех, кто нас не любит? Нет. Часто говорят, что вот кто-то, если тебя отвергает, то тебе он еще больше интересен. Это не любовь, это созависимость. Ты пытаешься за счет этого человека решить свои внутренние проблемы, конфликты. Это вообще никак не связано с любовью. Любовь это там, где хорошо. Любовь это там, где два человека, вот они вместе, в едином механизме. При этом могут быть на расстоянии. То есть они сближаются, отдаляются, а как им нравится. Ну, отдаляются, в смысле ругаются, находят свое личное пространство. Когда хотят у них всплеск эмоциональный, нет, они уходят в себя. Когда мы говорим... А вот это вот, да, любить и позволять любить. Вот есть же такое, что один всегда должен больше любить другого. Нет. Это все про невротическую историю. В настоящих отношениях, в зрелых, любят два человека. То есть я понимаю, что если я своей женщине не звоню, занят очень, я предупреждаю всегда об этом, потому что она начинает переживать. Для нее это язык любви. Услышать, что ты у меня самая классная, я тебя люблю, ты мой родной человек. Обнять ее там 50 раз в день. Ну, я сам люблю обниматься с ней, мы здесь совпали. Да так же и в отношениях зрелых. Что значит один любит, другой позволь. Вы договариваетесь. И если ты действительно любишь человека, ты слышишь его. И вот для одной женщины важно, чтобы у нее цветы были. Хотя бы раз в неделю на столе. Для мужчины это полный бред может быть. И если он ее любит, у нее будут стоять эти цветы. И если у него нет денег вот на такой букет, блять, там вот в тоненьком-тоненьком стаканчике будет торчать одна ромашка. Но она будет, которую он нашел где-нибудь в поле. И для нее это будет любовь. А то, о чем ты говоришь, это про незрелость. Это очень удобный инструмент для людей, которые не хотят работать на отношениях. Давай дальше. Мужчины полигамны, поэтому они чаще изменяют, и эта природа их так устроила. Дурят и все. Это придумали мужики с расшатанной, сексуальностью, невротики. У них с башкой проблемы. Вот они считают, что они полигамны. Я смотрел одно исследование. Короче, мужчина, который очень любит свою жену, способен раскрыть ее сексуальность за 50 лет всего на 10% от 100% возможных. Представляешь? Вот даже если я сильно люблю свою Настю, и мы с ней проживем уже 50 лет, то вот, наверное, на процентов 10-8 у меня получится раскрыть мне ее сексуальность. А кто остальную должен открыть часть? А нет, не успеваешь. Ты не способен с одной женщиной справиться за 50 лет. Всунуть-высунуть – это не про мужественность и сексуальность. Обратную связь получи у тех женщин, с которыми ты переспал. Большая часть скажут, что ты не кокущий. Почему? Потому что страсть. Исследования даже проводились. Три пары. Семейная пара, влюбленная пара и мужчина-женщина, которые только познакомились. Еще не знают друг друга, вернее. И они занимались сексом в установке МРТ. И занимались сексом с энцефалографами на голове, для того, чтобы считать электроимпульсы и так далее. Пара, которая познакомилась прямо перед тем, как заняться сексом в установке МРТ. Вот они не видели друг друга никогда. Только на фотографии. Дали свое согласие. Да, окей, потрахаемся. И вот они встречаются в этом диагностическом кабинете. Разделись, начинают целоваться, обниматься. У них берут после этого анализы на гормончики. Так вот, результат какой? Электроимпульсы, мозговая деятельность, центры, отвечающие за радость и удовольствие. Ну, не столь активны, сколь активны гормоны стресса, центры, отвечающие за контроль жизнеобеспечением и безопасностью. То есть, это незнакомый для тебя человек. Там больше такая симпатоадреналовая зависимость формируется. Пара влюбленных занимаются сексом. Да, у них там показатели вообще крутые. Прям вкусняшки-вкусняшки. И пара, которая 20 лет... Нет, 12 лет они в браке были. У них все здорово, замечательно. Они в постоянном развитии. Любят и заботятся друг о друге. Ровно такие же показатели. Даже чуть-чуть больше, как у пары влюбленных. Понимаешь? Это о чем говорит? О том, что вся эта история про полигамность, полигамность, она навязана. Женщина более полигамна по природе. Это не лев лежит на камушке, яйца развалив, а вокруг него львицы ходят. Знаешь, там и заглядывают его туда. О, может тебе там лизнуть где-нибудь, там потрогать. Нет. Это же она лежит на камушке. Это же вокруг нее львы ходят, дерутся. У женщины для этого пример есть какой. Яйцеклетка ваша. Раз в месяц выходит на прогулку. Ты видела, что там у женщины 10 миллионов яйцеклеток выбежало и побежало охотиться за одним сперматозоидом? Нет. Наоборот. Они бегут, эти сперматозоиды. Там 4-5 добежало, все сдохли, один остался. И она решает оплодотворить, не оплодотворить. Женщина более полигамна, чем мужчина. Женщина выбирает. Физическая измена не измена. Измена, когда хочешь рассказать какую-то новость не жене, а любовнице. Это все отговорки. Это отговорки. Если быть честным, не изменяйтесь. Знаешь, в Библии как написано? Если ты с вожделением посмотрел на женщину, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Что значит с вожделением? Это не когда ты просто посмотрел на женщину на улице красивую и сказал себе, вау, какая она красивая. Нет. Что такое вожделение? Ты начинаешь размножать в себе похоть и страсть. Представлять что-то, прогнозировать, совершать какие-то поступки и действия. Измены же не происходят на улице. Вот вы шли случайно, ты посмотрел на красивую женщину, на тебя вы споткнулись и занялись сексом вот здесь на перекрестке. Это же спланированные действия. То есть ты знаешь, у тебя есть жена. Тебе нужно создать себе алиби, придумать какую-то историю, найти время пообщаться с этой барышней, с которой ты будешь спать, договориться с ней, выбрать место, приехать в это место. То есть все это время тебя сопровождает мысль о том, что у тебя есть своя тайна, которую ты не должен никому показать. Это очень, ну как тебе сказать, это стресс. Даже для того, кто планирует изменить. Для него это реальный стресс. Я безусловно убежден в том, что секс с любовницей и секс, допустим, с проституткой, это два разных секса. Потому что это тоже немного придуманная история. Потому что когда мужчина находит себе женщину для отношений на стороне, возможно, я не буду бы там утверждать на 100%, возможно, да, он при помощи второй женщины решает, ну, какие-то проблемы личностные, которые он не может решить с женой. Но это тоже измены. То есть, ну, значит, оставляй жену, находи такую, чтобы она тебе все вопросы закрывала. Сложно, конечно, но постарайся, постарайся. Сила женщины в ее слабости. В какой слабости? То есть быть сильной в отношениях с мужчиной, это плохо. А вот сила ее, то есть ее преимущество... Ну, это не слабость, это женственность. Это женственность. Слабость, возможно, позволить своему мужчине быть мужчиной возле тебя, не пытаться занимать его место, не вываливать яйца, которых у тебя нет, не брать на себя излишнюю ответственность, не быть мамочкой для мужчины. Вот это про слабость, наверное. Но не про жертвину. Не про женщину, которая позволяет к себе отношения нечеловеческие, побои, измены, унижения, втоптать ее в грязь. Это не про слабость. Это про незрелость, про нарушенные границы, про потребность страдать. Это, возможно, правильно. Первая женщина не должна писать и звонить. Не согласен с этим. То есть можно? Сделать первый шаг. Ну, нет. В смысле первый шаг? Давай познакомимся? Нет, ну, даже так. В инстаграме сейчас же модно писать в директ. Писать и навязываться, это про разное. Вот когда женщина... Почему? Ты можешь написать, сказать, привет, пригласи меня в ресторан. Это нормально. А что здесь такого? Ну, а что здесь такое? Как будто бы нужно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Для чего? Он там может быть... А может, он тебя не знает. Вот женщина, мне нравится один мужчина. Как сделать так, чтобы я ему понравилась? А он знает, что ты есть? Нет. А где ты с ним общаешься? Ну, вот, вижу его у нас там в офисном центре. А он тебя видит? Ну, нет, вроде бы. Ну, так хотя бы пройди мимо него, что ли. Подойди к нему. Здрасте. Привет. Как настроение? У нас люди боятся общаться друг с другом. В этом нет ничего такого. Если, например, ты с этим человеком знакома, но при этом он не проявляет какие-то знаки внимания к тебе или там... Ну, сделай шаг вперед. То есть можно? Скажи, пригласи меня на кофе, давай погуляем в парке, поехали на коньках покатаемся. Шаг сделан. Если ты чувствуешь, что интереса нет, ну, сделай шаг обратно. Проблема... Почему женщины задаются таким вопросом? Они боятся отказа. Почему боятся отказа? Потому что идут в каждое знакомство с мужчиной, видя в нем уже своего мужа. Зачем? Это небезопасная история. Женщина должна общаться с разными мужчинами. Это даже не то, чтобы дружба. Это не про дружбу мужчины и женщины. Это про позволить себе посмотреть на мужчин разного статуса, разного уровня развития, разных интересов и увлечений. Это же не то, что ты проститутка какая-то или шалава, которая должна с ними спать. С одним на коньках покаталась, с этим в парк сходила. С четвертым, не знаю, в тир пошли постреляли. В ресторане посидели. Проще нужно быть. Чем ниже и чем более нездоровая самооценка у женщины, тем больше у них вот таких стереотипов. А если я позвоню первая? А если мне звонит три дня? А если я скажу, что я по нему скучаю? А не рано ли говорить, что я уже его люблю? Ну что за ерунда? У людей в естественном процессе этого не возникает. Все как-то складывается само собой. Отношения – это тяжелый труд. Это правда должен быть всегда труд? Ну это не труд, это кайф. Это кайфово. Ты же, когда готовишь мужу своему ужин вкусный, ты же радуешься. Ты представляешь, как он будет рад этому, как он будет это есть. Все по бороде у него течет, там чавкает, сидит. Но это кайф. Отношения – это тоже в кайф. У невротиков это всегда труд. Почему? Потому что они не могут договориться между собой. Мы не можем находиться в постоянном состоянии притирки. То есть здесь о притирке, скорее всего, речь идет. Притирка – это договоренность. Говорят, что если это твой человек, то тебе должно быть с ним легко. И все должно идти действительно плавно. Ну, вроде так и есть. Это вот про степень развития. Если вы развиты плюс-минус на одном уровне, если вы можете поговорить о чем-то, если у вас есть общие ценности, интересы. Понимаешь, мы даже с Настей сидим. И, слушай, как здорово, что у нас с тобой совпадают вкусовые предпочтения. Даже в еде. А когда этих соприкосновений нет, ты пытаешься их искусственно формировать. И это тоже можно сделать. Это не говорит о том, что если у вас разные интересы, и вы не совпадаете в чем-то, надо разбегаться. Сформируйте общие. Но сделайте это осознанно. Не ждите, что они сами появятся. Выберите себе какую-то традицию. Придумайте какой-то обычай, обряд семейный. Создавайте эти ритуалы совместные. Никуда никогда не ездили, начинайте куда-то ездить. Не любите готовить, начинайте вместе готовить. То есть что-то нужно делать для того, чтобы создать эту близость. О чем ты мечтаешь? Я о чем мечтаю? Ух, у меня столько всяких этих мечт. Я бы очень хотел видеть своих детей дружными. Чтобы они были семьей. Потому что у меня... Я считаю, что у меня классная семья родительская. У меня были очень крутые отношения с моим дедушкой покойным. И вот когда я его не стал, немножко семья разделилась на несколько маленьких семей. А до этого дед, он был все-таки объединяющим звеном. Вот мы собирались там по воскресеньям за столом. Он тоже был очень верующий человек. Он садился, читал молитву. Мы все садились там, ужинали или обедали. Вот это... Об этом я мечтаю. Но чтобы жена тоже рядом была. Мы с Таей там спланировали себе протезы зубные делать. Если смотреть с точки зрения профессии своей, вот мы в этом году запустили институт. То есть начали обучать психологов. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он жил. Да после того, как уже меня не будет, Насте не будет. И чтобы там, возможно, даже через сто лет висели фотографии. Вот там был такой ругающийся матом психолог и Анастасия. Вот они основали институт. Ну какие-то, значит, обычные вещи. Я... Мы вот возвращаясь к твоему вопросу о смерти нашего сына. Мы, когда его похоронили, я понял, что в этом мире нет ценностей, которые могут сравниться с ценностью жизни человека, и тем более твоего ребенка. И сегодня у тебя может быть много денег, завтра у тебя их нет. Я умею жить и с деньгами, и без денег. То есть я от этого менее счастливым не становлюсь, понимаешь? Я могу радоваться жареной картошке с селедкой и получать кайф от того, что это лобстера какого-то жура. Хотя я их терпеть не могу. Я их попробовал первый раз, у меня чуть не вывернуло. Вот селедочку с картошечкой вообще в кайф. Поэтому я все-таки за такие обозримые мечты, без лишнего пафоса, без выпендрожа. Есть семья, друзья, есть бизнес, есть деньги, есть любимое дело, которым ты занимаешься. Этого недостаточно. Во что ты веришь? Верю. Верю в любовь между людьми. Правда. А что это такое? Любовь и доброта. Ты знаешь, у меня был такой период, когда я был очень озлоблен на всех. Причем я был зол на себя, но думал, что я злюсь на всех вокруг. Где-то даже ненавидел людей. Это было очень коротковременно, когда я столкнулся с внутренним кризисом и понял, что я не лучше, не хуже других. Потому что, если меня эта корона спала, значит, что ты опустись на землю, парень. Может быть, ты и должен был быть проповедником и обрести в Царстве Божьем какое-то уникальное место, но сейчас ты на земле, вокруг тебя такие же люди, как и ты. Поэтому гордыню свою нужно куда-то девать, выбирать ее в сторону. И в тот момент я понял, что я выполз, в принципе, благодаря человеческой доброте. Если бы вокруг меня были злые люди, я бы просто остался в деревне, в котором я находился. И я сейчас с этими принципами живу. У меня нет в окружении людей злых. Среди моих друзей, я надеюсь, нет лицемеров. Это настолько позитивное такое, знаешь, окружение, с которым ты никогда не нервничаешь. И вот любовь и доброта, да, для меня это такой основной мотив. Чего ты боишься? Ну, потерять близких, наверное. Ну, наверное, точно. Ну, это речь идет и о родителях, и о детях, и о жене. Поэтому это не очень хорошее состояние. И последний вопрос, который я задаю всем своим героям. Что бы ты сказал маленькому Марку? Маленькому Марку? Что бы я ему сказал? Сейчас, наверное, сказал бы ему, чтобы он был более решительным, более активным таким. Не боялся принимать решения. Потому что я очень долго принимал какие-то решения в свое время, из-за чего сам страдал, и другие люди страдали возле меня. Вот. Ну, наверное, самое главное, я бы все-таки посоветовал ему быть собой, не изображать ничего. Вот. Вот быть таким, какой ты есть. У меня был период в жизни, когда я пытался всем угодить вокруг. Под всех подстроиться, блядь, там. И так, и всяк. И хороший друг, и понимающий сотрудник, и хороший, там, еще кто-то. Ничего не получается. Нет. Вот быть собой, мне кажется, не предавая себя, не изображая себя чего-то, двигаться вперед. Я очень, может быть, и не жалко, конечно, но я к этому пришел, верно, вот в возрасте 30 лет. 30-31 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...